Сидор подвергнут очистке. Сидор подвергнут очистке так перестанут называть продукцию с ароматическими добавками газета Коммерсант номер 3 от 11 января 2019 года. СТР-10 депутаты Госдумы предложили уточнить определение Сидора и Пуаре, чтоб лишить возможности выпускать под их видом слабоалкогольные коктейли, на которые действует более высокий акциз. Такая мера, считают участники рынка, будет способствовать значительному росту продаж продукции из натуральных яблок и груш, а также даст импульс для развития отечественного садоводства. В четверг группа депутатов, Олег Николаев из «Справедливой России» единороссы Заура Скиндеров, Александр Прокопьев и Абдулгамид Эмир Гамзаев, внесла в Госдуму законопроект, уточняющий понятие Сидор и Пуаре и вводящий термины Сидор традиционный, Пуаре традиционный. Традиционными Сидорами и Пуаре предлагается считать лишь напитки с содержанием свежего яблочного или грушевого сусла из свежих плодов и без использования восстановленных соков и вкусоароматических добавок. Данные изменения вносятся в 171 ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкоголя и, как указано в документе, должны вступить в силу с 1 июня этого года. Изменения в законе нужны, так как текущее определение Сидора и Пуаре общие и позволяют отнести к ним любую слабоалкогольную продукцию с содержанием хоть какого-то количества яблочного или грушевого сока, указано в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас на алкогольные коктейли действует акциз 25 рублей за 1 литр, на Сидор 21 рубль за 1 литр. Недобросовестные производители алкогольных коктейлей, желая сэкономить на уплате акциза, выдают свою продукцию, за натуральные Сидор и Пуаре, говорится в записке. В итоге, следует из нее, страдают бюджет и производители Сидора и Пуаре, себестоимость продукции которых в несколько раз выше цены псевдосидоров в рознице. Почему растет популярность фруктовых винзок и на проект одна из мер господдержки производителей натурального Сидора, оказавшихся на грани выживания после того, как в 2017 году акциз на Сидор подняли с 9 до 21 рубля за 1 литр, отмечает член Президиума опоры России Алексей Небальсин. По его данным, если в 2016 году в России произвели 1,9 миллиона дал натуральных Сидоров и Пуаре, то по итогам 2018 года всего 0,3 миллиона дал. Все эти объемы заместили псевдосидры, а также фруктовые вина, акциз на которые 18 рублей за 1 л, говорит господин Небальсин. Гендиректор яблочного спаса Олег Горелов считает, что поддержка отечественных Сидроделов должна включать также признание их сельхозпроизводителями, сам Сидор признали сельхозпродукцией ее и в январе 2017 года, а также создание по аналогии с вином перечни производителей, выпускающих продукт с защищенным географическим указанием. В дальнейшем это позволило бы предусмотреть для них налоговые послабления, поясняет он. Все эти меры, по мнению Алексея Небальсина, не только в несколько раз увеличили бы объемы выпуска Сидора и Пуаре, но также дали бы стимул развитию отечественного садоводства. Внесенный в Газдуму законопроект содержит предложение, которое Минсельхоз в 2018 году включил в проект стратегии развития производства Сидора, Пуаре и сырьевой базы на период до 2025 года, копия документа есть у ООВ. Он предполагает, что за этот срок будет осуществлена закладка современных интенсивных садов сортов яблони груш для производства Сидора на площадях почти 2000 гектаров, обеспечивающих ежегодный воловой сбор в объеме 105,2 тысячи тонн. Также, согласно проекту, производство отечественного Сидора и Пуаре должно вырасти до 6,11 миллиона дал, при этом общий объем рынка Сидора увеличится до 6,32 миллиона дал, а доля традиционных Сидора и Пуаре возрастет с 6% до 69%. Олег Трутнев требования к безопасности алкоголя осложнят его оборот рассматриваемый в начале декабря 2018 года на Совете ЮЭК проект техрегламента о безопасности алкогольной продукции обеспокоил международных производителей. Текущая версия документа, считают они, может препятствовать как поставкам алкоголя из-за рубежа, так и локализации выпуска иностранных брендов в России. В Минфине, участвовавшем в разработке регламента, проблем для участников алкогольного рынка не увидели. Читать далее.